Мы говорим про двух травмированных субъектов, которые нуждаются в том, чтобы справиться с внутренней тревогой, с большим количеством комплексов, всяких разных ожиданий патологических, неадекватных и так далее, чтобы освободиться и очиститься, как электрод очистить от накипи, это социально-культурное восприятие, всяких разных предрассудков и так далее, и увидеть друг в друге людей. Которые способны радовать друг друга в самых разных аспектах общения, совместных дел, сексуальных отношений и так далее, и только в этом случае эти взрослые люди могут построить взрослые отношения, не испытывая боли и страданий. До тех пор, пока и она, и он невротики, значит, их жизнь будет похожа на дищи. Ну, откажется от того, чтобы кататься, как сыр в масле. Но кто будет готов катать кого угодно бесконечно в масле? После того, как это становится понятно, очевидно, что отношения требуют инвестиций. Они требуют своего вот этого отдавания, да, вот. Другое дело, что, как мы вот на КТ-онлайн и в красной таблетке, как я пишу про эти долги, которые возникают, да, но вот это очень важная вещь, которая должна перещёлкнуть в голове, когда ты понимаешь, что ты не одалживаешь кого-то, когда что-то ему даёшь, когда катаешь его в масле. А ты вот как у экклезиаста, там, вот это, когда идёт один, упадёт, кто поднимет его. А когда идут двое, один упадёт, другой поднимет его. Ну, то есть, это не, я не в долг его, как бы, я его не облагодетельствую тем, что я его поднял, да, а просто мы идти можем только двою. Я бы действительно начинал с обретения собственной ценности и ощущения того, что вы можете быть полезны другим людям. Как только вы ощущаете, что у вас есть что-то, что вы можете дать другим, у вас появляется предмет обмена в хорошем смысле с другими людьми, и это увеличивает вашу социальность. Дальше это вопрос навыков реконструкции другого человека, потому что если вы со своими ресурсами пойдёте, не зная вода, полезете в броду, то вполне возможно, что ваши ресурсы-то никому к дьяволу не нужны. И на самом деле вы стучитесь в закрытую дверь, потому что вы с тем, с чем вы обладаете, можете быть интересны для других людей, а не для тех, с которыми вы пытаетесь объединиться. Поэтому обязательно надо научиться в реконструкции, то, что мы называем, это понимание того, как устроен другой человек, его мотив, его интересов и так далее. Навык реконструкции – это интеллектуальный навык, а вот социальный навык – это уже как бы топ-топ-топ. К сожалению, часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда кто-то из партнёров считает, что его вклад в отношения не оценивается. Когда вы спросите у второго партнёра, почему же ты не оцениваешь вклад своего, так сказать, любимого человека в ваши отношения, он говорит, почему я оцениваю, я очень благодарен. Благодарен, но не говорит об этом. Очень важно научиться говорить о том, что вы чувствуете с точки зрения благодарности, потому что мы любим поговорить по поводу того, что нам не нравится, мы любим высказать своё раздражение, недовольство, дать какую-то негативную характеристику. А вот поблагодарить – это у нас не является таким вот расхожим навыком. Тренируйте этот навык, учитесь говорить приятные вещи близким людям, учитесь подмечать, что они делают хорошее для вас, и всегда поддерживайте это приятными словами. Сообщите ему о своей радости, и он тоже будет рад. В отношения жидка вы совместно делаете что-то. Например, создаете, например, как в поход ходят, каждый взял один тушёнку, другой – макарошки, третий – кашку, пятый, понимаете, ещё чего-то. И вот они пошли, и потом выразу всё набульбенили, получили, называется, макароны по-флотски. Вот. Это и есть отношение. Вы вкладываете. 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 Продолжение следует...